Вот эти вот защитники Отечества в этот день, раннее утро морозное 23 февраля 1944 года, пришли к нам, к чеченцам и ингушам, выволокли нас на улицу, не дав нам даже взять свои вещи, кого-то обманом, кого-то просто штыками отвели, значит, к товарным вагонам, погрузили на них и отправили в Сибирь, Казахстан, в Среднюю Азию, Киргизию и так далее. А тех, кто не мог двигаться, кто был болен, кто был стар, их на месте расстреливали. Вот те самые защитники Отечества, в честь которых сегодня празднуют россияне. Выстраивайте эту цепочку, перепроверяйте, ни в коем случае не попадайтесь на их удочки, иначе вы попадете к ним в руки по так называемому делу Тумсо, и там с вами поступят несправедливо. Будьте осторожны. И давайте сейчас как раз поговорим о нашей главной теме, тема высылки. Итак, разумеется, всегда любое преступление как-то обосновывается и как-то объясняется теми людьми, которые эти преступления совершают. Всегда. Никогда не бывало такого, чтобы кто-то совершил преступление, государство я имею ввиду, и сказал, ну вот так захотели и мы сделали. Понимаете, не было. Гитлер, когда уничтожал евреев, еврейский народ, и не только еврейский, там различные народы, цыган, славян он мог уничтожать. Он это тоже как-то объяснял. У человека было некое, какое-то было свое видение, обязательно нужно было завуалировать истинные мотивы этой темы. Поэтому здесь, конечно, тоже каким-то образом это все объясняла сталинская власть. И поэтому было придумано, что якобы чеченцы и ингуши там как-то помогали гитлеровским войскам. Хотя мы прекрасно понимаем, чтобы помогать гитлеровским войскам, для этого мы должны были находиться хотя бы в оккупации у немецких войск. Но немецкие войска дальше Малгобека не двинулись на Кавказе. В Малгобеке, по-моему, только были контактные бои. Все. То есть мы не были под оккупацией, чтобы им как-то с ними помогать, чтобы с ними сотрудничать. Поэтому понятно, что это была как бы причина, чтобы просто как-то объяснить вот этот вот момент на высылке уничтожения чеченцев и ингушей. Как и уничтожения балкарцев, карачаевцев, кримских татар, немцев, калмыков и других. Теперь, на что я хочу обратить внимание наше? Как мы вообще должны реагировать, оценивать эти события? Как мы должны об этом помнить? Мы должны с вами помнить. Вот сейчас, накануне вот этих вот событий, накануне этой даты, выступал какой-то депутат, по-моему, Московской городской думы, Яндиев, ингуш. И выступая, он сказал, что ни в коем случае не нужно запрещать праздновать тем, для кого этот день является праздником. И, значит, не нужно ни в коем случае запрещать, значит, поминать своих погибших тем, кто пострадал в эти дни. Он такой предложил, как бы такую вот концепцию такого, давайте вы как бы нам не мешаете, мы вам не мешаем. И это, возможно, в российском таком социуме, это такой приемлемый вариант, когда основная часть россиян будет праздновать День защитника Отечества, даря там друг другу носки. А, значит, на Кавказе чеченцы и ингуши будут в этот день вспоминать эту трагедию. Но Яндиев об этом говорит, будучи депутатом Московской городской думы. Я так подозреваю, что он, навряд ли он может выйти и, как я, высказаться. Все-таки он является депутатом, российским депутатом. И поэтому он навряд ли сможет сказать то, что скажу я. А что говорю я? Мы ни в коем случае не должны идти вот на такие вот какие-то консенсусы. Ни в коем случае. Для нас 23 февраля, это день, когда вот те самые защитники Отечества, те самые, вот кого, в честь кого празднуют сегодня россияне, подавляющее количество россиян, вот эти вот защитники Отечества в этот день, раннее утро морозное 23 февраля 1944 года, пришли к нам, к чеченцам и ингушам, выволокли нас на улицу, недав нам даже взять свои вещи. Кого-то обманом, кого-то просто штыками. Всех, кто мог двигаться, кто был в состоянии двигаться, их всех отвезли, отвели, значит, к товарным вагонам, погрузили на них и отправили в Сибирь, Казахстан, в Среднюю Азию, Киргизию и так далее. А тех, кто не мог двигаться, кто был болен, кто был стар, их на месте расстреливали. Просто на месте расстреливали. И делали это защитники Отечества. Вот те самые защитники Отечества, в честь которых сегодня празднуют россияне. А еще эти же защитники Отечества в этот день, в это утро пришли в высокогорное селение Хайбах, в Каланчурском районе Чеченской республики. Пришли, собрали всех людей, а селение находилось очень высоко в горах. Тогда в горах выпало много снега, дороги были завалены. И была проблема с тем, чтобы этих людей доставить вот к тем товарным вагонам и затем выслать в Среднюю Азию. С этим была проблема у советского командования. И вот защитники Отечества придумали выход из этой ситуации. Как же быть? Что делать? Они просто взяли, загнали всех этих людей, женщин, детей, мужчин, стариков, всех загнали в конюшню. Это была такая огромная конюшня. Загнали в эту конюшню всех этих людей. Сказали, что якобы здесь вы в тепле, мол, подождете, пока прибудут машины, которые доставят вас куда надо. А якобы, чтобы они не мерзли в продуваемой конюшне, они ее утеплили сеном. По стенкам этой конюшни было положено сено, якобы для того, чтобы утеплить конюшню. Вы представляете? А после этого, закрыв двери снаружи, эту конюшню подожгли. Сено вокруг было положено для того, чтобы конюшня вспыхнула. И вот так вот защитники Отечества в этот день убили всех горожан, жителей этого селения Хайбах. Вот так вот себя повели защитники Отечества. Поэтому, почему я назвал этот эфир, как защитники Отечества убивали чеченцев и ингушей. Я его не просто так назвал. Именно так в нашей памяти должно сохраняться это событие. Не депортация чеченцев и ингушей в Казахстан, там, Среднюю Азию. Нет, не депортация. Не просто высылка. Нет, а вот чтобы вся тяжесть этого дня, чтобы она ощущалась, чтобы все те, кто празднует в этот день защитника Отечества, чтобы они слышали, чтобы они видели, чтобы они знали, какими были их защитники Отечества. Поэтому именно вот так этот день нужно преподносить. День, когда защитники Отечества пришли убивать чеченцев и ингушей. Это тот день, когда защитники Отечества убили 30% наших народов. Это день, когда защитники Отечества выслали целые народы на смерть. Это день, когда защитники Отечества произвели геноцид чеченского и ингушского народов. Именно вот так этот день должен войти в историю. Именно так мы должны о нем напоминать. И нам самим, и всем россиянам, кто в этот день имеет наглость праздновать День защитника Отечества. Пускай знают, какими были их защитники Отечества. Каким образом они защищали их, уничтожая другие народы. Геноцидя другие народы. Да ну брось, в том соседе, значит Сталин с генералами и решили, а давайте ингушей с чеченцами в Казахстан вышли. А почему? А просто так, скажем сейчас, что они за немцев воевали. Была по-любому диверсия какая-то со стороны Войнахов. Да, русский, ты абсолютно прав, была диверсия со стороны Войнахова. Как и в случае Чикатило тоже, он же тоже не просто так сидел и подумал, а не изнасиловать ли мне сейчас какую-нибудь жертву на улице поймать, а потом расчленить ее, убить и закопать. Почему бы и нет? Конечно нет, была какая-то диверсия со стороны вот этих вот, этих жертв. Там была диверсия. А еще Гитлер, ты что там можешь, 22 июня просто так сидел и думает со своими генералами, а давай-ка нападем на Советский Союз что ли? Конечно нет, диверсия была со стороны Советского Союза. Конечно. Русский, да при чем тут работали с немцами или нет, диверсию можно было совершать изнутри. Так я и говорю, русский, именно вот эту свою логику, примени ее и к нападению гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня. Это не могло быть просто так. Наверняка была какая-то внутренняя диверсия в Советском Союзе. Какую-то диверсию они сделали. Не иначе. Кстати говоря, на 23 февраля 2018 года я делал видео на своем основном канале. Оно называется «Вареная курица ко дню защитника Отечества». Я ссылку оставил у себя на основном канале, также у себя в Телеграм-канале я оставил ссылку. Навряд ли я уже смогу когда-нибудь сделать что-то более лучшее, чем этот ролик. А делать что-то хуже мне не хочется. Когда у меня будет идея, чтобы сделать что-то лучшее, я тогда это сделаю. Вот. Поэтому я не стал делать ничего уже второй год. Я рекомендую вам посмотреть этот ролик, если кто его не видел. Если кто его видел, то еще раз его пересмотрите, вспомните эту историю. Переходите, кстати, ссылка на Телеграм-канал есть в описании. Если у вас не работает ссылка, вы живете в России, то вы можете просто в поисковике забить «Абус Адам Шишани» слитно, английскими буквами. Очень еще раз вас предостерегаю от того, чтобы вы не подписывались на фейковые каналы. Имейте в виду, это делается специально. Это не для того, чтобы просто там кому-то хочется набрать подписчиков. Нет, это кадыровцы целенаправленно создают фейковый канал, затем создают фейковый бот обратной связи. И таким образом они вас вычисляют. Обращайте на это внимание. Имейте в виду, там, либо в названии будет дополнительная лишняя буква какая-нибудь «М», а что-то будет такое. Будьте крайне бдительны, ни в коем случае не посылайте им ничего. Пользуйтесь только моими официальными каналами. Всегда перепроверяйте. На мой канал в Телеграме ссылка есть на моем официальном канале в Ютубе. То есть это все как бы взаимосвязано. Ссылка на мой бот обратной связи есть на официальном канале в Телеграме, понимаете? Цепочка. Выстраивайте эту цепочку, перепроверяйте. Ни в коем случае не попадайтесь на их удочки. Иначе вы попадете к ним в руки по так называемому делу Тумсо. И там с вами поступят несправедливо. Будьте осторожны. Субтитры подогнал «Симон»